Я этим буду заниматься целенаправленно и последовательно, поскольку уже говорил, считаю, что мы можем претендовать на то, чтобы в Центральной России стать лучшим местом с точки зрения условий ведения предпринимательства. У нас с вами половина, больше половины валово-регионального продукта производится малыми и средними компаниями, поэтому мы с вами просто обязаны инвестиционный климат для предпринимательства наладить так, чтобы у нас было заниматься предпринимательством удобно и приятно. А чтобы было удобно и быстро, все региональные институты поддержки предпринимательства Ивановской области на данный момент объединены одной площадкой – Центром «Мой бизнес». За шесть месяцев текущего года сюда обратились почти пять тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в числе самых востребованных услуги по предоставлению финансовой поддержки, экспорт товаров и обучающие семинары. Ивановская фирма по пошиву домашнего текстиля «Византия» – активный потребитель всех нововведений, которые позволяют сделать шаг вперед в развитии своего дела. Шьют шторы, скатерти, салфетки уже порядка 20 лет. Предпочтение отдают ивановским тканям, но только качественным. С фондом поддержки предпринимательства Ивановской области познакомились еще в 2014-м. Тогда в Византии помогли с приобретением вышивальных машин. До сих пор не могут нарадоваться такой рукодельнице. Эта вышивальная машина была приобретена для того, чтобы осуществлять вышивки по эскизам. То есть разрабатывается эскиз, что бы хотелось, какая тематика. Загружаем ее вот сюда в компьютер и она уже вышивает. Заправляем ниточки, какие нужны. То есть мы используем ее и на шторах. Вышивка идет на шторах, на салфетках. Рисунки мы разрабатываем в специальной программе на определенную тематику, какая нам сейчас необходима. Новый год, Пасха, летняя тема какая-то. И загружаем уже в компьютер и она вышивает. У Византии два магазина в Иванове и один в Ярославле. Сейчас доводят до ума собственный сайт и вышли на крупную интернет-площадку. Всемирная паутина при общем падении покупательского спроса – настоящее спасение. Чтобы повернуть сбыт в новое русло, пришлось снова обратиться за поддержкой. Теперь уже в центр «Мой бизнес». Последний раз мы обратились вот в этом году в центр «Мой бизнес» Иваново. Желание было получить микрозайм. Мы говорили о сумме в 2 миллиона. То есть все как бы было одобрено достаточно оперативно. И в общем-то заняло практически, можно сказать, наверное, чуть больше недели, может быть, вся процедура заняла. Вот. Необходимость возникла всего того, что мы зашли на интернет-площадку. Вот. И нужно было немножко пополнить, так сказать, финансовые средства для оборотки. Вот. Помощь была оказана своевременно и очень быстро. Вот. Что позволило нам закрепиться на площадке более комфортно. Вот. И расширить, так сказать, свой ассортимент и количество товара. Выход на крупную интернет-площадку позволит продавать ивановские шторы, в том числе и в страны СНГ. И это гораздо удобнее, чем самим осваивать внешнеэкономическую деятельность. Микрозайм был дан на условиях 11% годовых, что, в принципе, является достаточно такой комфортной ставкой на сегодняшний день. Ну, в банках это, ну, как бы, скажем так, на 50-60% ставка выше. Чтобы выжить и остаться на плаву, современному бизнесу приходится учиться быть гибким, менять курс, пользоваться преференциями государства или субъекта, ну или, как минимум, знать, что такие существуют. В эту среду в Иванове пройдет федеральный форум популяризации предпринимательства «Мой бизнес». Мы везем мировых, я бы сказала, даже маркетологов сюда. Сейчас мы прорабатываем совместно с предпринимателями Иванова содержание этого форума. Он должен быть содержательным и полезным каждому предпринимателю. Мы подготовили много сюрпризов для местных предпринимателей и их возможную интеграцию в нетворкинг по всей Российской Федерации предпринимательской. Надеюсь, что мероприятие будет масштабным, красивым, содержательным, контентным. Ивановская область станет первой в стране, где пройдет такой форум. Возможность прокачать свои знания предпринимателям предоставляется бесплатно.